Мой ребенок находится в Таиланде с моим бывшим мужем, которому я доверила единственное дорогое, что у меня есть, моего ребенка. Мы с ним договорились, что он будет так-то так-то себя вести. Мы все, он был, все было идеально. Я не хотела Сэма пускать, честно. Сэма уже 9 лет, он самостоятельно принимает решение. Окей, он поехал. Разговаривая, конечно, с Сэмом, там, с Лешей, там, каждый день я понимаю, что, ну, ситуация усугубляется. Леша на взводе, Леша на взводе. Я сама на взводе, у меня ком в горле, мне страшно, я не понимаю, что мне делать. У меня здесь вот Дима, Элвис, который болеет, Сэм, там, хер пойми где, с человеком, который уже на грани. Я понимаю, что он на грани, мне звонит Леша и говорит, я оставлю Сэма еще на неделю. У меня, у меня внутри просто ломается все, потому что я боюсь. Но ты уже это поняла, когда эфиры его вот эти пошли? Ну, вы же знаете, как у меня, блядь, съезжает крыша, ёпта. Сука, Дмитрий Носов, блядь, это я тебе говорю, Леша Далматов, блядь. До этого я понимала, что он уже не спал. Он не спал, а когда он не спит, я понимаю, что сейчас, ну, как бы, то он не трезвый, и у него сейчас, ну, будет его выступление. Единственный друг, с которым был там Сэм и, собственно, Леша, он улетал вот в этот день. И в этот день должен был улететь с ним Сэм. И мне звонит в этот день Леша и говорит, я оставлю еще Сэма. Я говорю, не-не-нет, Сэму нужно в школу, я понимаю, что, ну, что сейчас будет просто взорвать. Он просто не пускал ребенка. Нет, он отпустил, говорит, ладно, я тебя понял, я услышал. У тебя Сэм сел в самолет, у меня, я успокоилась более-менее, хотя меня все трясет, и в этот же день начинаются вот эти вот эфиры и вот этот крэйзи щит, который, ну, для кого-то это юмор. Вот, вот все смотрят, все смакуют, это для кого-то смешно, но мне не смешно, мне больно, больно родителям Леши, больно семье, сестре Леши, которую, я говорю, все, лети туда. Всем больно и страшно, потому что человек сходит с ума в прямом эфире. Пидорас ты, ебаный, блядь, сука. Слышишь, депутат ты, не депутат, ебаный, блядь, у меня, нахуй, семья из-за тебя разрушилась, ты гандон, блядь. И это, сука, страшно, и это не смешно, и это не романтично, и мне все пишут, иди спасай его, лети спасай, вам нужно быть вместе. Леша там в каком-то своем состоянии говорит, что там семья какая-то разрушилась, он на каком-то женится, и это полная все чушня. А на меня это проецирует, на меня это навешивает. Ты должна, это ты, он тебя любит, ты ему разбила сердце, хотя я ему ничего не разбивала толком. Вот это происходит ситуацион в интернете. У меня есть мой дом, где я хочу побыть в домике, и тут мой муж мне заявляет, иди, типа, ты жена Гуфа, и, ну, естественно, меня взрыв. Он тебе так сказал? Да. Он мне все время говорит, я женат на жене Гуфа, и я его тоже могу понять. Это человек, который подписал просто договор, бронз, контракт с дьяволом, потому что никогда его даже могут друзья сказать, а, это та, которая Гуфа, жена, я понимаю, ему от этого тяжело. А мне что делать? Он когда со мной начал встречаться, я уже давно была в разводе, у меня нет никаких чувств к Лешу. Что отвечала на это, когда он тебе говорил, я женат на жене Гуфа? Я не знаю, меня это злило, его это тоже злило. Я терпела пять лет, но потом я не вытерпела, и я поняла, что все, я говорю, вот из-за этого мы и разведемся.